Ветка – город не только маленький, больше компактный. Сейчас тут проживают, это докладная леча, 8367 человек, сирот местовых славутостей, музей Старообразенства и Красная площадка. До речи, ни такого музея, ни площадь с такой назвой в Беларуси больше внимания где. До речи Красную и Головную площадку назвали именами «Староверы», которые засунули тут поселище в 1685 году. Дякуючи им же, у Ветца сформировалась уникальная традиция иконописов и оформления рукописной книги, а так само склалась самобытная школа Ветковской разжбы. Не о опошню чаргу, по гэтых причинах у городе мкнуться развивать туристичную сферу. Ясчайденный керунок – спортивный туризм, особливо, коли установы будут працывать у кооперации с санаториями и базами отпачинку, при тем, что наявность сучасной спортивной базы на штат городского стадиона и специализованной дитяшей юнацкой школы Олимпийского резерву это еще и умова для ведения здорового раду життя самих ветковчан. Я хожу в спортзал три раза в неделю для активного образа жизни и чувствовать себя в тонусе – это больше, чем достаточно. Мы очень довольны спортзалом. Вот у нас буквально летом сделали ремонт, все стало красивенько, чистенько. Школа на болоте – именно так можно назвать ветковскую гимназию. На проконце 80-х годов, минулого 100-х годов, эту установку саправды побудовали на болоте. Правда, зарабили для нее специальный насып. Причины принятия такого решения сегодня уже никто докладно не памятая. О лезвании полной 30-х годов эксплуатации стан будинка почал выкликать закопоченность. Для нашей гимназии самой актуальной проблемой был, конечно, вопрос усиления конструкции в связи с тем, что были трещины в здании гимназии, была разработана проектно-сметная документация оперативно. Ну и вот с 15 мая начался выполнять комплекс работ по усилению конструкции зданий, который был завершен до 20 июля. Значит, с 20 июля по 30 августа были выполнены работы по капитальному ремонту именно внутри здания. У этом году в Ветковской гимназии плануют частково заменить систему теплозабеспечения и провести доброупорядку территории. Церед планов на ближайшую перспективу переобстанавливание под тренажерную и хореографичную залу было в габасейна. Его эксплуатация споднялась еще в 90-х годах минулого 100-го года, в вынику чего в Ветковчане застались безвластной плавальной базы. Все лета эта проблема будет вырешена. Сгодно с пашпортом объекта блок плаванных бассейнов плануется сдать эксплуатацию 31 мая этого года. Его кошт оценивается, прикладно, у 2 млн 460 тыс. рублёв. Амаль Павлова этой суммы выдасткована за резервового фонду президента. Два бассейна дозволить займаться плаванием як доросцам, так и детям. Уже сегодня у отдела эдукации, спорту и туризму агучуясь планы по организации отповедных занятков для усих школьников и дошкольников района. Здесь будет ветка и район, отдел образования обеспечит доставку учащихся. И я думаю, что в ближайший год-два мы обучим детей плаванию. Тем более, что вопрос сейчас очень актуальный. Олег Синтеров, Йорген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с ветки.